свое время раздевали вак компанию потому что машины действительно оказались надежными неприхотливыми и спокойно на обочину сворачиваю не боясь цепануть днище поэтому в этом тоже есть свой плюс и в сумме получается по сегодняшнему курсу 395 долларов ну грубо 400 кольца на вкладыши на прокладки что под капитале двигатель ну примерно 350 плюс тома сама движка то еще 500 если машина будет мягче за счет этого если что здесь возмущает так это отсутствие трехзона климат-контроля ну хотя бы на худой конец двухзонного как может не быть электро ручника до круиз отсутствует нашу такое эти машины снова в очередной раз за эти почти 40 лет выходит в нас выручать приветствую вас ребят сегодня у нас 2 джета ну как вы поняли по картинке по названию и по силу эту машину я думаю многими узнаваемая машина не сама узнаваемая но одна из многих представитель олдскульного вага классика не умирающая миллионник и действительно наряду со вторым гольфом в принципе это одна и та же машина второй гольф и 2 джета единственно что хэтчбэк трехдверный и пятидверный а джета седан и были еще купе но по сути дела одна и та же машина единственно что джета по длине 4 385 по моему длина а у гольфа было около 400 вроде так ну примерно 20 метров длиннее гольфа 2 гольф 2 джета б 2 пассат свое время раздевали ваг компанию потому что машины действительно оказались надежными неприхотливыми и менялись только расходники от колодки охладающие жидкости масло все остальное и компания теряла деньги на этих автомобилях и сегодня хочу рассказать о том что эти машины которые на секундочку вышли восемьдесят четвертом году восемьдесят третьем вышел гольф а восемьдесят четвертом джета я не хочу углубляться в историю я хочу рассказать про автомобиль в принципе потому что сейчас происходят изменения на рынке машины как обычно дорожают и запчастями напряженка поэтому я хочу рассказать именно про эту машину в теперешних условиях на теперешний момент на июль 2022 года потому что новая актуальность новая степень актуальности новые обстоятельства и на эту машину нужно смотреть уже по-другому вернее на эти машины и об этом я хочу сегодня поговорить второй гольф был на канале его снимал примерно в этих местах тут чуть подальше и там обзор получился скучный потому что машина уже да уже стареет не такая актуальная хочется что-нибудь по новее по современнее там я углубился в историю сколько было по количеству их произведено там тоже про вторую джету я зацепил это видео тоже сранял там более подробно цифры были уже сколько их произведено там габариты их размеры но сейчас когда уже машин дорожает машин меньше по количеству и особенно запчастями напряженка запчасти некоторые позиции дорожают в 5-6 раз и проблема не в том но финна финансовая это пост это постоянно проблема конечно это проблема что запчасти одни и те же вот стоит уже в порядок дороже но самая главная проблема то что и с наличием напряженка то что вы уже готовы там в 3-4 раза больше заплатить ну купить тупо нечего и именно поэтому и учитывая то что всегда денег не хватает эти машины снова в очередной раз за эти почти 40 лет выходит в нас выручать потому что в плане второго автомобиля поджопник это идеальный вариант и я пытаюсь доказать в этом видео про это вот к примеру поехал бы 8 посад черный универсалия за ним поехал сандера вот короткая них к примеру бы 8 посад они сейчас стоят порядка 20000 долларов когда снимал бы 8 в двадцатом году два года назад они стали 14 с половиной тысяч долларов четыре с половиной комплект грм на них стоил порядка 300 400 долларов на мою машина большинство 1260 на них 400 сейчас на них стоит порядка 1000 долларов и на заказ нужно идти и ждать нужно месяц а эти машины хороши тем то что вот их продается 99 штук сейчас сейчас прям зашел посмотреть 99 штук самые дешевые конечно 300 400 долларов на запчасти там уже стоит объявление на запчасти все приезжают круче то что хочешь сандера новый сейчас все новые автомобили подорожали в 17 в 18 раза примерно так когда они начинались от 12 тысяч 11 500 11 900 новый бы класс сейчас новый бы класс начинается 20 практически в два раза машины подорожали и эти машины в результате оказываются дешевым вариантом наиболее выгодным почему потому что обслуживание более дорогих машин там с 13 14 года и моложе где там гримы подорожали ходовые многорычажные работа подорожала одну за работу все дешевле купить такой автомобиль попросту его добивать по первой необходимости по первому зову сердца брать и ехать куда угодно потому что самое дешевое 300 на запчасти в объявлениях самая дорогая 2600 серии 18 моно 90 лошадиных сил раскрою карты здесь тоже 18 моно самый классный двигатель самый мощный круто но 1.6 тоже хватит вот 2 688 год все псевдо идеал ну как обычно налетитом то есть выгоднее купить даже такую машину именно для такой ситуации купленная эта машина накоплена в декабре 21 года за 1000 долларов и делается для себя будет сейчас делается приводится в идеал потому что но реально как для повседнева как рабочая лошадка просто идеальный вариант вышли они восемьдесят четвертом году и восемьдесят восьмом вышел рестайлинг я почему перепрыгиваю быстро на рестайлинг потому что вот казалось бы мелочь широкие бампера вот внешне что первое бросается это бампера это что на двери уже нет этого гребаного треугольника уже полноценное стекло и как сразу машина внешне красивее стал но просто в разы поэтому лучше конечно искать рестайлинг машина гораздо красивее на тех бамперах уже сплошным стеклом ну конечно сейчас нужно искать состояние этих машин потому что им уже первым 38 лет а в 92 году они покинули конвейер 38 и 30 лет в этом диапазоне 8 лет машина производилась но все же если делать даже для себя внешний вид а бампера передний стоит 260 рублей наших белорусских задней чуть подороже короче в сумме если взять 250 260 долларов стоит оба бампера новых но есть разборки конечно и можно подешевле это найти но все равно на 150 на 170 долларов рассчитывайте плюс еще доставка то есть уже на ровном месте вы получаете расходы ну потому что на узких честно говоря не очень если второй гольф спорно но все равно второй гольф на широких бамперах лучше выглядит то эта машина однозначно лучше на широких плюс еще насчет кузовов кузова здесь действительно очень хорошие выносливые да не бывает чудес машины все уже почти за 40 лет конечно же сгнили уже по-нормальному пара их давно выйти записать но есть машины заботливых руках эта машина тоже варилась красила свое время но она не рассыпаться она не расползлась она еще в нормальном состоянии сейчас она тоже кузыны работы будет с ней производиться но тем не менее в отличие от японцев я молчу про корейцев тех лет которые уже давно сгнили давно их выброшены но и японец столько не отживет сколько вот эти старые немцы по кузову ходовой опять же ходовая спереди макферсон а сзади стоит конечно же балка простая элементарная конструкция наиболее популярная в те годы ну и сейчас она далеко не забыта тоже часто применяется вот к примеру на д-классе на талисмане д-класс точно также стоит на горячашка сзади балка все равно это простая надежная конструкция которая пользуется спросом по нынешний день ну и зачем что-то новое изобретать когда она тоже хорошо себя показала и здесь опять же стоят 13 диски на 13 дисках она более мягкая комфортно конечно не искать что там мега комфорт какой-то шестернок колеса маленькие по габаритам машина небольшая но опять же можно с мягкостью амортизаторов поиграться более мягкие более мягкие пружины если вы не перевозите кита груза можно так тоже поиграться самый мягкий купить и самое дешевое вы ухудшаетесь и уменьшаете грузоподъемность но машина будет мягче за счет этого если вы груза него сей к примеру я груза не вожу я ставил бы все самое мягкое машина за счет это было бы комфортнее конечно на скорости не поиграешься управляемости вы такой не получите уже феноменальной но в принципе не создана для этого и здесь более строгие рубленные формы машина все равно будет крениться и для управляемости нужны рычаги все нужно на горячашка для этих целей здесь больше идет разговоры про экономию так что лучше так и плюс на 13 диска здесь 175 на 70 r13 на этих дисках дольше будет же ступичные подшипники тоже расходники по сейчас запчасти напоминаю подорожали и количество их уменьшается все поэтому нужно здесь больше заботиться о ресурсе и долговечности ну и в целом о комфорте и мне смешно потому что вот на ю тубе многие делают джеты вторые гольфы ставят кайловер и занижают машины машина и так не сказать что образец комфорта но плюс она легкая верткая машина снаряженная масса вот с 1 и 8 моно джета 2 945 килограмм снаряженном состоянии а снаряженном состоянии это запаска и полный бак топлива здесь не полный бак то есть она еще и легче хорошая машина все равно для таких вот целей на мне все больше и больше нравится потому что здесь нет уже прям кусков металла которые уже трухи вот этой машина все равно так для рабочих целей очень подойдет но я отвлекся то что на ю тубе многие эти машины занижают ставят кайловеры и говорят что это машина для путешествий для дальних поездок по нашим дорогам для дальних поездок я за город выйду у меня уже позвоночник блин в пятки рассыплется каких дальних поездках может идти речь по мне наиболее если она и предназначена как многие любили я не хочу никого высьмевать просто с этим не согласен если ее использовать как машину для путешествий она должна оставаться на 13 своих дисках на стандартной ходовой максимально мягкой и комфортной они на кайловерах где два квартала пролетел лежачий там какую яму поймал уже спина болит как я бегло упомянул про кузов действительно машинам немало лет и я хочу здесь останется немного оценок на эти элементы я смотрел пороги крылья арки капот порог там стоит 110 рублей крыло по моему около 200 220 я честно говоря уже не помню я просуммировал 2 арки два порога два крыла и капот и в сумме получается по сегодняшнему курсу 395 долларов ну грубо 400 потом болезнь этих машин это дверные ручки они постоянно ломаются постоянно остаются в руках для тех кто не умеет их открывать ваговоды умеет я помню у папы тоже был бы второй посад эти ручки это блин отдельная головная боль дверная ручка китайская стоит 22 рубля я еще считал накладки на арке которые здесь установлен так для красоты если вот еще накладки дверные ручки лист металла к примеру решетка пластиковая это все в сумме 4 ручки там лист металла чтобы дед однище переварить два листа по металла там 05 на 70 по моему такие вот листы металла 08 миллиметра два листа решетка накладки 4 дверные ручки и в сумме вышло 120 долларов то есть 400 плюс 120 получаем 520 но к примеру вам это не нужно все равно 400 за кузовные элементы нужно выложить 400 долларов за кузовные элементы плюс еще болгарочная сварочная работа плюс стоимость за за работу саму то кто будет вам это делать полный покрас автомобиль но если вы и сами занимаетесь вы это можете сделать то есть на запчасти можно тоже раскошелиться потому машина все равно нужно искать в более-менее нормальном причем состоянии они в таком стане еще есть как я уже сказал отдельная проблема этих машин это дверные ручки но здесь дверные ручки установлены уже в стиле audi 80 вот идеальная ручка не уже зиму отходили все четыре ручки работы никаких проблем не возникает комплект стоил 80 рублей за четыре штуки владелец говорит купил за 80 поставил на следующий день нашел за 60 комплект рублей вот были еще дверные ручки в стиле b3 пассата которые видом практически такие как родные но в родных был язычок вы на на него нажимаете придавливайте открываете именно поэтому оставались руках дверные ручки родные а b3 пассата просто нажимаете открывается на но бог его знает говорят и они ходят эти хорошо ходит кто дольше проходит неизвестно но такие может даже понадежнее будут ну и смотрится конечно покруче посолиднее поинтереснее но бог с ней с этой красотой главное выносливость ресурсом они уже хорошим обладают но что касается движков по движкам были 13 16 16 дизель 18 20 20 более редкие в основном конечно же самые популярные чаще встречаются у нас в объявлениях это 13 16 18 уже поменьше и 16 дизеля и тут все уже зависит сугубо все от состояния автомобиля потому что с годами уже нету смысла рассказывать о каких-то болячках ну вот запотевание прокладку под клапаны крышка надо поменять прокладка под гбц пробьет и тоже надо пометушу то есть прокладки сальники расходный материал и то что какие-то течи новую замена прокладки под гбц тоже это но это не проблема это уже с возрастом тоже необходимая процедура но 18 моно самый оптимальный быстрый вариант ну самый оптимальный 1.6 то что динамика более-менее тоже приемлемая нормальная и экономичен получается автомобиль в целом с 16 но 18 повеселее пободрее и по этой машине именно плюс в том что она уже зиму отъездила здесь нет никаких проблем технически она полностью исправна нет претензий было бы заменено масло да вот запотевание где-то чуть долить масло нужно но в целом претензий по ней нет по движку и опять же смотрел мониторил разборки двигатель 18 моно продавался там 16 продавался там тоже пишут люди что масложора нету прими приемлемый но расход масла не то что вы доливаете постоянно ну да съест она там если от замены за замены литр полтора вы долете то ничего страшно это еще более-менее приемлемо шаткости нету поршни то есть поршни сидят нормально не болтаются вот и 120 150 долларов вот этих диапазонах движки продаются но с разборки сняты с машин а здесь видно от заменен насос гидроусилителя владелец тормоза в круг поменял в целом силу своей простоты не особой технологичности альцо отсюда и вытекает надежность машина не подвела от коротко и ясно отъездила зиму весну сейчас уже лето пришло всегда заводилась не подвела никаких проблем не возникает с ней все четко все работает все хорошо сейчас она будет восстанавливаться в нормальное заводское состояние производиться то будет уже интересно по расходам неизвестно по что цены скачут и по двигателям вот как я сказал 120 150 долларов они стоят если его капиталить то кольца все 4 комплекта весна все четыре поршня с учетом того если у вас нету шаткости там цилиндры нормальном состоянии вы только кольца и вкладыши решили подкинуть ну разумеется и прокладки все принять то по кольцам у вас уже в районе 200 220 долларов вы дадите за кольца плюс вкладыши но это еще где-то это столько сколько я давал на газон стада когда покупала снимал видео где перебирал двигатель газоновский по вкладышам они примерно чуть дороже будет стоить чем здесь то есть еще долларов 40 50 накинем короче и прокладки еще все под гбц клапанные крышки там выпуск выпуск то есть со всеми если вы находите нормальный блок самально не шатающийся поршневой еще сверху вам нужно примерно но где-то 300 350 долларов на кольца на вкладыши на прокладки что под капитале двигатель ну примерно 350 плюс тома сама движка то еще 500 если от кузовные элементы металл купить 500 то есть 1000 долларов еще вытекает из этого всех расходов но вы реально получите едущую машину уже надолго на продолжительное время и тысячу долларов это да то конечно же деньги просто книги достаются и не вы не найдете говорится лежащими на асфальте но все же если покупать такую машину для себя в качестве повседнева рабочей лошади и вы не обладаете бюджетом то тысячу долларов можно этой суммой рискнуть но вы реально получите надежную машину повседневную экономичную и которая вас попросту не будет раздевать и с учетом того что их еще немало есть чего выбирать и запчасти на них еще более-менее есть и как я уже сказал сумма запчастей самая дешевая именно на эти машины ходовая примитивная ничего такого дорогого здесь нету своего и на разборок на разборка хватает всяких тот же сам вот генератор можно купить там не знаю крышку трамплера свечи здесь тоже не особо какой-то формы так дофига чем подойдет сюда то есть нету таких уже осу особенностей серьезных до были эксперименты с движками с системой впрыска в основном но по большому счету и вот можно найти от капиталить установить любой двигатель можно от 1 и 3 бы заменить на 1618 заметно 16 какой хороший двигатель вам попадается можно его брать капиталить устанавливать восстанавливать кузов параллельно такие особо особые жесткие косяки но в принципе вот я веду к тому что можно собрать себе надежного верного друга и не на один год эксплуатации по карабасом у нас пятиступенчатая механика были четырехступенчатые механики от начале пути этих машин были четырехступенчатые механики были еще автомата автомат здесь это недостаток потому что они старые примитивные не экономичные и сейчас уже не найти автомат на эти машины то есть по-любому механика но что еще хотеть от этих машин и здесь 1 и 8 моно здесь 145 крутящего момента с двух с половиной тысяч оборотов поршень 81 ходу 86 и 4 небольшой крутящий момент 90 лошадиных сил с 5 500 тысяч оборотов и сцепление здесь как правило долго прослужит потому что не особо большой крутящий у меня на бы третьем у меня он уже три года 1 9 турбодитель 75 лошадиных сил от проект с ним снимается насчет ремонта кузова сцепление до сих пор доктор был установлен до меня на еще она еще стояла неизвестно сколько то есть по сцеплению здесь тоже небольшой крутящий дольше проживет хотя комплект сцепления тоже сейчас будет не особо дорого стоит но это один из самых дорогих узлов по большому счету в этой машине ну что ж вот мы в салоне первое что мешает то что салон не такой просторный конечно от b2 было по просторнее ты на приборку смотрю бы 2 вспоминаю срантка ностальги меня накрыла уже чуть по голове ударила и уже ба второй наш вспоминаю что здесь возмущает так это отсутствие трюзона климат-контроля ну хотя бы на худой конец двухзонного как может не быть электро ручника до круиз отсутствует нашу такое но если говорить более серьезно климат-контроль заменит люк и открытое окно пожалуйста но фон здесь разумеется не родной пионер стоит подогрев заднего стекла есть а так в принципе мягкие хорошие сидения не такие блин жесткие тут сколько раз говорю такие жесткие как у дешевого б-класса самого дешевый минимальной комплектации которые машину от часа не начинается 20 до 30 новый б-класс разумеется не покупает их уже практически нету на стоянках продаж у нас были полностью забиты то сейчас стоит 5 машин вот но здесь сиденье блин машине за 1000 долларов мягче чем новом б-классе сам дешевый но неужели немного немного больше поролона нельзя уже напихать немного но мягче было в целом по салону нечего рассказывать да вот здесь понтовая комплектация потому что вот у некоторых было торпеда здесь заканчивалась этих ставок не было вот пепельница здесь использую по прямому назначению ниша есть iphone в принципе должен поместиться печка и вот здесь вот этой вещи могло бы не быть встроенной здесь просто пластмасска здесь заканчивалась здесь вот ниша еще для телефона для монет здесь вот эти встроенные для кассет сколько на хранилище на 5 кассет тут можно было для кассетной старой магнитола так в принципе и все плюс в том что темная дверная карта то понтово выглядит хотя бежевый салон тоже круто выглядит но черный салон и желательно бы еще черный потолок вообще красиво было бы хотя в черном автомобиле и бежевый салон очень четко подойдет я помню у нас во втором был бежевый салон и так смотрю на эту джету она черная и бежевые дверные карты бежевый потолок бежевая вшивка но пошел зашла бы зашла бы этой машине так целом долго здесь и говорить не о чем назад я садиться не буду потому что ну сзади мягкий диван то же самое что у гольфа но опять же у нас хорошая комплектация есть подлокотник вот то что еще плюс в этой машине уже хоть минимальная нотка комфорта здесь присутствует еще и в этом но что пробуем опять же преимущество шумки в том плане что здесь бензин они дизелю дизель уже тарахтел бы этот их примитивный 1 и 6 вот восемьдесят шестая серия 1 и 6 дизель и на б третьем который у меня 1619 турбодизель 75 лошадиных сил еще с механическим механической тросиковой педалью газа до 2 по четвертом уже звук работы двигателя отказалась бы чем 1 и 9 турбодизель отличается вы сейчас скажите что-то опять в сторону уходишь и о том что вот 1 и 9 180 серии я 180 1 9 90 сил либо 110 уже гораздо тише работает чем работали дизеля вот на этих машинах что 1 и 6 езда громковат вот 1 и 8 моно он потише то есть с ума не сходишь не только у грохота вибрации ну насчет вибрации то подушки поменяй но звук работы именно громкий но 18 чувствуется конечно не скажу здесь ураганная динамика там по моему 14 или или там 13 чем-то 13 5 или 14 5 по 14 5 секунд до 100 какой здесь динамики говорит но особо не приходится на немного шумновато но все нормально машина разгоняется неплохо уже 90 еду сейчас сотня будет уже 100 вот минус комплектация тоже нету тахометра можно по оборотам отслеживать это очень хорошо то что для расхода топлива то есть там без половины тысячи оборотов держать не больше журнал меньше жрала там за трех слоем там посмотреть по оборотам хотя в принципе пятая передача 100 километров в час и вы не ошибетесь и вы не ошибетесь в целом на 13 катках да здесь наплывы выбоины машина профиль повторяет дороги а если поставить 15 диски сюда ребят будет смотреться вопросов нет будет смотреться красивее но машина стать настолько жесткая и ступичные подшипники будут улетать у вас это будет расходник поэтому смысла в этом нету самая комфортная машина это стоковая машина классика жанра немного кулиса под износилась ходы великоватый но увага всегда тут и ходы были большие вот эта проблема ушла по моему на пятый гольфах на большинстве их посадках когда вот более короткие ходы более четкие переключения стали а вот это это было на по вторых на по 3 на по 4 это тоже своя фирменная черта все нормально вот у тазов вот у ваза всегда 2 с хрустом здесь ход передачи большой но это нормально абсолютно в целом 13 от почему нет сюда 13 напрягал хотя он такой вроде бы надежный весь из себя но 18 не сказать что сей сильно такой же оборотистый динамичный но 13 тогда у молодых горячих ребят они он вообще ушатком будет они полностью утопят и придется его вам перебирать 16 18 ну более-менее оптимальная 16 я считаю грани разумного то есть если покупать даже машину на 13 нужно ставить 16 потому что это 18 более-менее приемлемо нормально едет то 13 вообще речи не возникает он вот еле-еле ехать конечно но я про себя говорю про свой запрос если вы водитель не быстро но все равно вот конечно здесь выбирать не приходится нужно брать машину хорошем состоянии но все равно от 18 16 как по мне я бы здесь брал ну и ставил бы на эту машину по посадке все равно сидеть здесь удобно я в том плане что сидение мягкие не такая как ему жестко как бы класс новый обзор отличный место маловато просто на основном головой чем место есть вот так вот в роли рабочей лошадки но классная машина классная ничего плохое не хочу сказать и это несправедливо что плохое про нее говорить на стоковых колесах на заводском размере минимальном и вот на этих шинах сейчас зимние шины от них больше шума идет от арок да если поставить летние будет потише но то что эти 13 катки стат они повторяют профиль дороги но жесткости нет от в ямы заезжаешь этого удара нету чувствуется же машина плывет по этим неровностям выбои нам но ударов не происходит с точки зрения динамики но мне жалко мучать эти старые машины не не для этого предназначены что вот топить уже тапку в пол жесткой передачи переключать вот это но не интересно и тоже нету смысла ставить вот как многие ставят более современные двигатели мощные там 18 turbo либо же тфс а еще чипуют их но здесь кузов такую мощность не вывезет он уже чувствуется что машина легкая и большое жесткое ускорение ну тупо страшно будет на ней валить когда уже там если 6 секунд вы до 100 и менее будете ехать каша есть в этом азарт и интерес но по мне логичная логичный потолок для этих машин это восстановить их более-менее такое заводское состояние каша на заводском не будет потому что все был здесь нет не будет ничего нового здесь будет от капитальная восстановленная вот максимально привести заводской первозданный вид и на этом остановиться и если это все сделать то бюджет такого проекта тоже может стать тысячи три доллара немалый клиренс позволяет не обращать внимание на все такие ухабы и спокойно на обочину сворачиваю не боясь цепануть днище поэтому в этом тоже есть свой плюс ну что в итоге машина хорошая здесь нету было смысла говорить о шумоизоляции об управляемости об ускорении так далее самое главное это устойчивость машины чтобы она не расползалась кузов ее не расползался и вы не ловили на дороге и тупо вам не было страшно вот эти машины важны этим именно своей целостностью еще каркаса в целом конечно экономичность простота в эксплуатации обслуживание это не может не радовать особенно когда все дорожает у вас нету может финансовых возможностей покупать что-то подороже и с этими дешевыми машинами очень хороший кайф то что есть поговорка чем дешевле автомобиль тем увереннее езда и с этим машинами действительно это работает потому что выходовая примитивная можно там резко стартануть то чего там шаровая опора 2 сайлентблока и это серьга ну это поменять можно сколько это не стоило но сейчас конечно и это можно попасться что нужно менять по заказу но та самая дешевая машина во вслуживании я не побоюсь этой фразы действительно это самая дешевая машина в эксплуатации на теперешний момент цены дорожают да но дешевле этих машин уже нечего тупо есть ли за исключением россии от парня который смотрит в россии нас за исключением автоваза давшая автоваза там больше он популярен действительно может что-то дешевле вы найдете чем на эти машины но у нас автоваз не популярен у нас наши тазы вот в российском понимании тазы у парней из россии это автоваз продукция автоваза у нас тазы это вот эти вот машины вторые гольфы вторые джеты там во вторые батаре тяну во вторые посад уже все против свои жили их уже нету практически встречается ну изредка уже все они отжили уже свой единичный экземпляр остались а вот эти еще колеса тут бы третье посад там бы четвертое апелли ауди от этих всех лет вот это наши тазы белорусском понимании это самая дешевая машина эксплуатации и не более живущая с точки зрения кузова пока я много раз своих видео говорил здесь повторюсь уже пока есть кузов есть автомобиль на этот кузов можно устанавливать разные двигатели коробки там салоны месяца а когда нету кузова автомобиля уже нету так груда запчастей поэтому да вот в плане кому нужна рабочая лошадка чтобы пережить какие-то тяжелые времена я тоже были видео на эту тему тут действительно есть смысл присмотреться к таким машинам и отсутствует смысл и сейчас продавать тупо нецелесообразно неизвестно сможете вы потом будет другую машину потянуть или нет а эти машины просты и нужно за ними следить они еще пяток лет на ездят если более-менее нормальное состояние по кузову но на этом все я повторяться не буду в принципе все что хотел сказать я сказал смотрите предыдущие видео по вагу в чего-чего вага нас предостаточно на канале кто первый раз меня смотрит то не знает я фанат вага поэтому вага у нас большинство видео то про ваг были первый и второй гольф и 3 гольф был и вот уже дошло время даджеты был 3 пассаж 4 также по обслуживанию сейчас по третьему кузов делаем тоже будет проект продолжаться также было по ремонтам по затратам эксплуатации много чего было по вагу и по другим иномаркам также audi 80 ну вся эта продукция этих машин предостаточно информации на канале так что смотрите предыдущие эти видео подписывайтесь ниже не забывайте про колокольчик чтоб ничего не пропустить подписывайтесь на меня соцсети тик ток в телеге все тоже свежие новости все ссылки описаний спасибо большое за внимание особенно за то что посмотрели до конца счастливо